Эфир телеканала «Россия-24» продолжает вести Ульяновского региона. В студии Ирина Шмыгова. Здравствуйте. И вот о чем будем говорить сегодня. Индинцы встретят осень в тепле. В этом году город годифицирует на 100%. Российской военно-транспортной авиации «91». Наши летчики в короткие сроки могут доставить до места гуманитарную помощь и вооружение. Кадры с аэродрома «Восточный». А также сегодня во всем мире отмечают День защиты детей. Что должны знать дети и о чем должны помнить взрослые. Подробности через несколько минут. Инза третьей по численности населения город в регионе в этом году будет полностью газифицирован. Сейчас активно идет строительство распределительных сетей в микрорайоне Пазухино. О том, как государственная программа социальной газификации шагает по региону, расскажет Ирина Силкина. Вот обычно как мы берем дрова, налаживаем. Эту щеку не соберешь. Три, четыре, пять. Это нам надо раз в три зайти в одну печку. По нескольку раз на дню спуститься и подняться по крутой лестнице с тяжелой ношей. Совсем скоро Надежда Васильевна забудет, каково это – заказывать четыре машины дров каждый год. Тяжело с дровами, очень тяжело. Привезти надо, расколоть, распилить. Газ ждут с нетерпением. В доме все готово. Котел на месте, труба ждет подключения к центральному газопроводу. А пока предвкушают радость в разговорах с уже счастливыми домовладельцами. Говорят, очень хорошо, очень. Никаких проблем. Говорят, встанешь уже, тепло. Не думаешь топить, ушел. Опять тепло. Приходишь, тепло. Уходишь, тепло. Хорошо, очень хорошо. Микрорайон Пазухина – последний из неподключенных в Индии. Работы по строительству распределительных газопроводов идут полным ходом. Главная задача – довести голубое топливо до границ каждого участка. При этом используются только отечественные материалы. Мы давно уже сориентировались на внутренний рынок Российской Федерации. У нас достаточно серьезные и такие качественные связи с производителями газового оборудования, с производителями полиэтиленовой трубы, металлопродукции. Отопительные котлы тоже наши, ульяновского производства. Причем несколько видов, как дымоходные, так и парапетные. Котлы производятся полным циклом на нашем предприятии, полностью из российских материалов. Все комплектующие нашего производства, включая горелочные трубы, блоки управления, газовый тракт, ну и в целом вся рубашка котла и облицовка. В газораспределительной компании обещают, работы будут закончены до начала отопительного сезона. И никакие санкции не помешают жителям встретить осень в тепле. Ирина Силкина, Сергей Свешников, Вести Ульяновск, из Индинского района. Поддержать нашу армию, нашу страну и нашего президента. В Ульяновске прошла акция в поддержку решений президента Российской Федерации Владимира Путина о проведении специальной военной операции на территориях Украины, Луганской и Донецкой народных республик. Я всегда считаю, как спортсмен, та структура сильная, когда она все вместе. Если мы, народ, общественные организации, все партии будем работать в одном направлении, то победа будет за нами. Это одна задача. В согласованном митинге приняли участие не только члены боевого братства, но и представители всех политических партий, молодежных организаций, общественники и обычные жители города. Каждый ответственный гражданин нашей страны, безусловно, поддерживает ту спецоперацию, которая происходит сейчас на территории Украины. И наша молодежь также принимает в этом активное участие. И здесь, допустим, со стороны молодой гвардии «Единой России» мы неоднократно проводили акции. Это защитникам Отечества. Мы писали письма нашим солдатам со словами поддержки. Проводим акции «Нас не запретить», где также наши жители выступают в поддержку тех действий, которые сейчас происходят. Ульяновская область с теплотой приняла практически полторы тысячи человек, вынужденно покинувших свои дома. Сотни людей и общественных организаций откликнулись на призыв сбора гуманитарной помощи и самых необходимых товаров для переселенцев. Военно-транспортной авиации России исполнился 91 год. Сегодня в Ульяновске взлетные полосы аэродрома «Восточный» в небо взмывают самолеты-тяжеловесы. Наши летчики в короткие сроки могут доставить до места не только гуманитарную помощь, но и вооружение. Какие гражданские задачи выполняют военные летчики и как строят уникальные самолеты – в репортаже Марина Тимофеевой. С помощью вот этого крута управляем вот этими дисплеями. Вот она получается, топливная система, система электроснабжения. Проверку многофункциональных индикаторов перед полетом Вячеслав Сидоров начинает за три часа в кабине нового Ил-76МД-90А6 жидкокристаллических экранов. Каждый такой заменяет десятки приборов, умещая в себе всю систему управления самолетом. Все доведено до автоматизма. Чтобы посадить самолет и выполнить полет, достаточно вот этих вот трех приборов. История боевого пути летчика первого класса Сидорова началась, когда в небо впервые поднялся тот самый военно-транспортный самолет. В 2011 году он выпустился из Краснодарского военного авиационного училища. За 11 лет он облетел всю страну. Иногда, признается, было по-настоящему жарко. В Красноярске тушили пожар, то есть мы там пробыли где-то месяц, каждый день делали по два, по три подъема. Специально есть устройство, вап называется, у него срывается вода, ну, рампа открывается и, соответственно, вода вливается. На 49 подъемов мы выполнили. За 2000 часов успешного налета заместитель командира заслужил высшую награду – медаль Нестерова. Пожары тушили в Улан-Удэ, на Дальнем Востоке с миротворческой миссией. Были и в Казахстане. Гуманитарную помощь, технику и даже самолеты – все доставляли летчики военно-транспортной авиации. Солдач много. Получается, совершаем посадки на высокогорных аэродромах, в арктических аэродромах, постоянная смена часовых поясов. Но время после выполнения любой боевой задачи – просто на перевозку, ввозь техники и грузы. Соответственно, дают экипажу отдохнуть. За погрузкой, перелетом и работой экипажа. Теперь в новом самолете Ил-76 МД-90А следят сразу пять камер. Теперь объективный контроль усилен. В нем изменили навигацию и поставили мощные двигатели. Новое крыло – все это позволяет оторвать с земли груз в 60 тонн. С высокой скоростью и точностью от комплектующих до готового судна выпускают на авиационном заводе. Владимир Сухарев собирать самолеты пришел сразу после школы. Здесь он получил образование, освоил весь цикл производства. За 16 лет участвовал в создании Ту-204 и пассажирских лайнеров нового поколения. Мне эта работа нравится. Самосовершенствоваться. Каждый день постоянно, чтобы изучать новое, узнавать, открывать для себя. Хотел бы сказать всем молодым – дерзайте, учитесь, работайте, все будет. Полторы тысячи открытых вакансий сейчас на авиационном заводе готовы набрать и обучить новых коллег до конца года. Перед заводом масштабные планы – ежегодно выпускать 12 транспортных самолетов семейства Ил. Марина Тимофеева, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. Сегодня Международный день защиты детей. Всю предшествующую празднику неделю региональный поисковый отряд «Лиза-Алерт» посвятил тому, чтобы напомнить маленьким, как нужно вести себя в этом непростом мире, чтобы не потеряться. И взрослым, как важно, сохранить доверие ребенка, чтобы не случилось беды. Пропал ребенок. Эти два слова делят жизнь взрослых на до и после. Страх парализует и делает больших людей беспомощными. И тогда вся надежда только на волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт». У нас, опять же, случай прошлого года, когда двухлетняя девочка, ну, один год и восемь месяцев потерялась, ее нашли на расстоянии четырех километров от места пропажи. Она ушла по лесу. То есть это счастливый случай. Опять же, девочка была надежива. Региональный ответ «Лиза-Алерт» – это 130 активных постоянных участников и еще 300 человек добровольных помощников, которых оповещают, если требуются большие силы в поиске. В этом сообществе не важны ни социальный статус, ни образование, ни даже физические данные. Можно помогать, и не выходя из дома, часами обзванивая людей, возможных свидетелей пропажи человека. Волонтеров «Лиза-Алерт» объединяет одинаковый отклик сердца на чужую беду. Деятельный отклик. Если у человека нет добра в душе, он просто не пойдет, он не станет помогать бесплатно, тратить свое время. Каждый раз, когда объявляется поиск, когда они публикуют в своих соцсетях новость о том, что пропал ребенок или пропал человек, то в течение буквально часа, получаса на месте сбора появляются просто десятки машин, сотни людей, которые приезжают со своими фонариками в любое время суток, ночь, день, утро. Мы остановились, посмотрели по сторонам, обратили внимание, что нашей мамы нет. Что нам надо сделать? А-а-а! Вот так вот мы громко кричим и зовем свою маму.